вы знаете что физики для упрощения исследования реальных ситуаций часто используются модели одной из механических моделей используемых при описании движения и взаимодействия тел является абсолютно твердое тело таким телом является тело расстояние между любыми двумя точками которого остается постоянным при его движении на самом деле абсолютно твердых тел нет но в тех случаях когда реальные тела при движении мало деформируются их можно рассматривать как абсолютно твердые однако и движение абсолютно твердого тела в общем случае оказывается весьма сложным самое простое движение абсолютно твердых тел поступательное. Поступательным называется такое движение абсолютно твердого тела, при котором любой отрезок, соединяющий любые две точки тела, остается параллельным самому себе. При поступательном движении все точки тела описывают одинаковые траектории, совершают одинаковые перемещения, проходят одинаковые пути, в каждый момент времени имеют равные скорости и ускорения. Рассмотрим это на примере. Допустим, тело движется поступательно. Соединим две его произвольные точки А и В отрезком. Расстояние А-В не изменяется, так как тело абсолютно твердое. При поступательном движении остаются поступательными модуль и направление вектора А-В. Вследствие этого траектории точек В и А одинаковы, так как они могут быть полностью совмещены параллельным переносом на вектор А-В. Как видно из рисунка, перемещения точек А и В одинаковы. Очевидно, что любая точка твердого тела движется так же, как точки А и В. Следовательно, точки А и В имеют одинаковые скорости и ускорения. Отсюда делаем вывод, что для описания поступательного движения абсолютно твердого тела достаточно описать движение какой-либо одной его точки. Примерами поступательного движения является движение поршней двигателя автомобиля относительно цилиндров, вагонов на прямолинейном участке железной дороги, движение педали велосипеда и кабины колеса обозрения в парках. Итак, мы пришли к выводу, что для описания поступательного движения абсолютно твердого тела достаточно написать уравнение движения одной из его точек. Вращательное движение вокруг неподвижной оси — еще один частный случай движения твердого тела. В технике такой вид движения встречается очень часто, например, вращение валов двигателей и генераторов, турбин и пропеллеров самолетов. Вращательным движением абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси называется такое его движение, при котором все точки тела описывают окружности, центры которых находятся на одной прямой, называемой осью вращения. При этом плоскости, которым принадлежат эти окружности, перпендикулярны оси вращения. Рассмотрим вращающееся тело, ось вращения которого проходит через точку О. Каждая точка этого тела движется по окружности, и различные точки проходят за время Δt разные пути. Так, длина дуги АА1 больше, чем длина дуги ВВ1, поэтому модуль скорости точки А больше, чем модуль скорости точки В. Но радиусы-векторы, определяющие положение точек А и В, поворачиваются за время Δt на один и тот же угол Δφ. Угол φ — угол между осью ОХ и радиусы-вектором R, определяющим положение точки А. Если тело за любые равные промежутки времени поворачивается на одинаковые углы, то такое движение называют равномерным вращательным движением. Секундные и минутные стрелки часов вращаются с различными угловыми скоростями. Чем больше угол поворота радиуса вектора, определяющего положение какой-то точки твердого тела за определенный промежуток времени, тем быстрее вращается тело и тем больше его угловая скорость. Угловой скоростью тела при равномерном вращении называется величина, равная отношению угла поворота тела Δφ к промежутку времени Δt, за который этот поворот произошел. Угловая скорость обозначается греческой буквой ω, и φ выражается в радианах в секунду. При равномерном вращательном движении угловая скорость всех точек вращающегося тела одинаково, поэтому угловая скорость также как и угол поворота является характеристикой движения всего вращающегося тела, а не только отдельных его частей. Примером вращательного движения близкого к равномерному может служить вращение земли вокруг своей оси. При этом угловая скорость вращения земли составляет 7,29 на 10 в минус пятой степени радиан в секунду. Угловая скорость может быть положительной и отрицательной. Она положительна, если угол между радиусом вектором, определяющим положение одной из точек твердого тела и осью ОХ увеличивается, и отрицательно, когда он уменьшается. Число полных оборотов за единицу времени называют частотой вращения. Частоту обозначают греческой буквой ν, единица частоты в С, секунда в минус первой степени. Например, ротор газовой турбины вращается с частотой от 200 до 300 оборотов в секунду. Время, за которое тело совершает один полный оборот, называют периодом вращения и обозначают буквы Т. Единица периода вращения в С, секунда. Таким образом, частота является величиной обратной периода вращения. Если тело совершает полный оборот, то угол Δφ равен 2π, а время одного оборота это период вращения Т. Тогда угловая скорость равна 2π разделить на период вращения. Скорость точки, движущейся по окружности, называют линейной скоростью. Установим связь между линейной и угловой скоростями. За один полный оборот тело проходит путь 2πr. Поэтому модуль линейной скорости равен 2πr разделить на Т. Так как угловая скорость ω равна 2πν, то скорость равна ω умножить на r. Как видим из формулы, чем больше радиус вращения, тем больше линейная скорость. Модуль центра стремительного ускорения точки тела, движущийся равномерно по окружности, можно также выразить через угловую скорость тела и радиус окружности. Итак, мы рассмотрели два простейших движения абсолютно твердого тела — поступательное и вращательное. Любое сложное движение можно представить как сумму двух независимых движений — поступательного и вращательного. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ